День добрый, с вами Смирнова Ирина. И сегодня мы продолжаем практическую работу по изучению Яндекс.Метрика. Целью сегодняшнего нашего занятия является WebVisor. То есть просмотр всех действий вашего посетителя при посещении вашего блога. Итак, сейчас мы переходим в WebVisor и приступаем к работе. В предыдущем видео мы с вами рассматривали статистику Яндекс.Метрики на примере моего кофейного, как я его называю, блога. Этот блог молодой, поэтому мы с вами рассматриваем всю работу нашего посетителя в течение месяца. Итак, мы находимся с вами в WebVisor. Посмотрите внимательно, чтобы зайти в WebVisor, достаточно кликнуть вот на эту ссылку. Что мы видим здесь на экране нашего монитора? Ну, первое, мы видим с вами возможность выбора временного интервала. В данном случае я выбрала месяц. Здесь показаны даты конкретные. То есть с 27 декабря 2015 года по 28 января 2016 года. Первая публикация у меня проходила 4 января. Вот с 4 января по 28 января мы и получаем с вами статистику. Итак, перед нами практически флеш-плеер записи посещения вашего блога теми посетителями, которые пришли с каких-то ресурсов или с поисковой системы. Как нам определить, кто к нам, собственно говоря, пришел? Итак, мы видим с вами показатели, которые выведены по умолчанию в WebVisor. Итак, вот эта вот кнопочка включения просмотра, включения флеш-плеера, это значок, который показывает избранные посещения. То есть если вы кликните на этот флажок, то добавите данные посещения в избранные. Вот это показаны конкретные переходы, с каких ресурсов, собственно говоря, пришел к вам посетитель. То есть прямо глядя на сам WebVisor, вы можете определить, что, например, это посещение в социальной сети. Это посещение у нас по ссылкам на сайтах. То есть где-то на сайте была ссылочка с выходом на ваш ресурс, и человек пришел именно оттуда. Вот посмотрите, если мы посмотрим первое посещение, то вот здесь конкретно будет указано, что переход был с Twitter. А вот здесь посещение идет по ссылке со стороннего сайта. Здесь показано, что это был переход с Субскрайба. Вот такие желтые окошечки – это прямые заходы. В этом случае у вас, так сказать, есть надежда на то, что данный сайт у вас уложен в закладках вашего посетителя. Это очень такие хорошие переходы для вас, потому что это практически те люди, которые уже ваш сайт запомнили. Это, опять же, социальные сети. А вот такой значок показывает переход из поисковой системы. Здесь обычно при переходе из поисковой системы показано, по какому запросу приходит человек к вам. Ну вот, например, вот здесь переход из поисковой системы прямо показано, с какой системы пришел Яндекс. Видите, кнопочка Яндекса. И конкретно показан запрос, по которому человек пришел. Итак, что мы видим дальше? А дальше мы видим страну посетителя. Мы видим здесь с вами программное обеспечение. То есть, что, собственно, какое программное обеспечение стоит на компьютере у этого человека. Мы видим, из какого браузера он пришел. Даже вот такие тонкости показаны. Чуть позже мы с вами посмотрим, что мы можем даже увидеть разрешение экрана человека, который, вернее, компьютера, с которого человек к вам попал на сайт. Вот это дата и время. Дата и время посещения. Здесь показана активность. Вот эти вот красные точечки говорят о том, что человек очень быстро зашел к вам и очень быстро ушел от вас. Вот посмотрите, видите, здесь показано время на сайте. Всего 36 секунд. Просмотрена всего одна страница. Вот показано, что этот человек у нас пошел по внутреннему переходу. То есть, по всей видимости, он пришел с какой-то странички внутри вашего сайта. Очень быстро все это просмотрел и ушел. Номер визита его, вот в данном случае мы видим, четверка. Вот здесь мы можем с вами посмотреть цели, а здесь мы можем посмотреть информацию об этом человеке, нажав вот на эту кнопочку «И». Вот если я нажму сейчас на эту кнопочку, то я вижу, что человек пришел из России, с Пермского края, конкретно в городе Перми. Что у него операционная система стоит Windows или 2008 сервер. У него стоит браузер Яндекс, вот это вот его разрешение, вот это дата визита, количество просмотренных страниц, время на сайте, страница входа и эта же страница выхода. Вы сразу здесь можете понять, по какой ссылочке к вам человек зашел и по какой ссылочке вышел. То есть он за 36 секунд просмотрел вот эту статью, самые простые упражнения для продолжения жизни. И с этой же странички он ушел. Последний источник трафика был внутренний переход от последнего посещения. То есть, так сказать, еще одно посещение было. И активность достаточно плохая. Закрываю крестиком эту информацию и смотрю дальше. Если я буду очень долго просматривать вот этот вот экран, то, конечно, времени займет это много. Вот здесь посмотрите, вот обозначено кружочками это количество целей, достигнутых вашим посетителем. На этом блоге у меня стоит только одна цель. Это просмотр пяти страниц. Блог молодой. Мы с вами говорили в предыдущем занятии, в предыдущем видео о том, что практически вот та аналитика, которую я сейчас делаю, она идет к конкретным целям. Первые три цели я практически достигла при аналитике, которая записана в первом видео. А сейчас меня интересуют такие цели. Это поведение человека на сайте. Я ставила перед собой задачу по составлению текста собственной статьи. То есть у меня любая статья начинается, как бы начинается с теоретических выкладок. И мне интересно знать, читают люди эти теоретические выкладки или их интересует только конкретная информация такая. И еще один момент, который я хотела бы посмотреть, это как заполняются формы на моем сайте. И как работают вообще странички, которые предлагают какие-либо учебные курсы. Но вот этот момент я вам буду показывать не на кофейном блоге, а на своем рыжем блоге. Потому что на кофейном блоге у меня практически нет пока страниц, в которых есть формы заполнения. Итак, вспоминаем о том, что практически веб-визор запоминает только информацию двухнедельной давности. И если у вас посетителей больше тысячи в течение дня, то он запоминает только тысячу посещений. Вот у меня сейчас пока всего 572 посещения. То есть практически за последние две недели было 572 посещения, которые запомнил веб-визор и которые я могу просмотреть. То есть вы должны понимать, что если вы хотите иметь эту информацию, то заходить сюда надо не менее чем один раз в две недели, чтобы посмотреть поведение вашего посетителя. Но если я буду все эти 576 просмотров смотреть, скажем так, очень много времени на это затрачено. Поэтому я делаю следующее. Я сегментирую посещения. Вот я здесь нажимаю вот эту галочку. И мне предлагается создать как бы группы, которые бы я хотела просмотреть. В данном случае я хотела бы посмотреть поведение моего посетителя, достижение цели. Вот я захожу, еще раз повторяю, поведение, выбираю здесь достижение цели. Цель у меня стоит одна. Всего 5 страниц просмотра, да, таких посещений у меня 61. Я вот здесь ставлю галочку и кликаю на свободном поле. Всплывающие окна ушли. И посмотрите, вот у меня выложено 61 посетитель, который выполнил, достиг, вернее, той цели, которую я поставила. То есть просмотрел 5 и более страниц. Вот видите, здесь идет 5 и более страниц. Естественно, мне не нужно смотреть те посещения, которые занимают там одна страничка, две странички. Мне нужно просмотреть, как ведет себя человек, который с интересом просматривает мой сайт. То есть практически я должна видеть своего целевого посетителя. Целевой посетитель это тот человек, который по моему сайту прогуливается, гуляет, рассматривает, читает. Поэтому я поставила себе вот такую цель, 5 страниц. Итак, для того, чтобы мы с вами поняли, как можно оценивать нашего посетителя, давайте мы посмотрим следующее. Вот посмотрите, вот здесь рядышком с посещением есть вот такой плюс. Если вы нажмете на этот плюс, то перед вами откроется количество страниц просмотренных. Вот посмотрите, 5 страниц здесь просмотрены. Вот они все 5 страниц здесь перечислены. То есть вот здесь показана ссылка входа, страничка входа. Через какую страничку человек попал к вам. Здесь показано, откуда он попал. То есть вот он зашел, в данном случае он попал сюда из твиттера. Здесь идет конкретно переходы с одной страницы на другую. Вот они здесь все абсолютно показаны. Вы прямо проглядывая вот этот первый столбец, можете сразу сделать какие-то выводы. Посмотрите. Вот если я читаю здесь, то здесь видно, что это классическая нумерология. То есть это человек, которого интересует нумерология. Он зашел ко мне сюда, номер визита у него первый. То есть этот человек первый раз попал ко мне на сайт. Он до сих пор у меня на сайте не был. Попал он сюда через социальную сеть. Значит, кликнув на ссылку в твиттере, он зашел сюда. И посмотрите, следующее его действие какое. Он вышел на главную страницу. С главной страницы он перешел на рубрику «Нумерология». Потом он перешел на страницу «Как рассчитать нумерологический код». И потом перешел на страницу «Выяснить, как рассчитать личный код года». Был он на сайте 14 минут 40 секунд. Я понимаю, что это человек, которого интересует рубрика «Нумерология». И здесь я могу сразу же просмотреть его действия. Вот посмотрите, у нас здесь с вами показана шкала действий человека на данной странице. Обратите внимание, что она разноцветная. Вот здесь где-то у нас есть вот такие серые поля. Вот, например, как вот здесь, видите, серые поля такие большие. Это серое поле обычно показывает тот временной интервал, где человек либо читал текст вашей страницы, либо отвлекся, но страницу вашу не закрыл. Зеленым показаны моменты, временные интервалы, когда человек активно работал на вашей странице. Черным, вот таким вот черным, вот видите, черные интервалы такие. Эти черные интервалы показывают, что человек ушел с вкладки, на которой открыта ваша страница, но вкладку вашу не закрыл. Вот посмотрите, в данном случае человек ушел со страницы, а потом вернулся сюда. То есть вкладка была все время открыта. Он куда-то уходил, опять возвращался и опять продолжал активно работать. А потом, вот видите, пассивный переход. Вот эти вот яркие красные полосочки – это клики. Те клики, которые человек делает у вас на сайте. Но вот для того, чтобы мы с вами более внимательно, тщательно посмотрели, но, так сказать, не очень тратили время, и решила выделить несколько избранных посещений. Поэтому для того, чтобы выйти на эти посещения, я еще раз проведу сегментацию. Вот в группе «Достижение цели страницы» вот сейчас у меня есть, я из них выбираю те странички, которые у меня лежат в избранных. Это у меня веб-визор. Вот я здесь выбираю веб-визор. У меня открываются «Просмотренные» и «Избранные». Я выбираю «Избранные». Именно «Избранные» страницы. Кликаю на чистом поле, у меня избранных страниц появляется вот таких четыре. Ну, давайте мы зайдем с вами вот на это посещение. Я открываю эту страничку. Я смотрю, здесь у нас было 11 страниц. Обратите внимание, что вот в таком тусклом отображении отмечены те страницы, которые вы уже посетили. Это для вашего же удобства, чтобы вы понимали, что эта страница с вами уже просмотрена. Итак, я открываю эту страничку. И вижу здесь 11 страниц открытых. Общее время посещения 45 минут. Ну, проглядев вот практически все, что человек просматривал, я поняла, что он все 45 минут был на моем сайте. Ну, давайте посмотрим с вами вот такое посещение, например, как рассчитать личный код года. Вот давайте сюда зайдем и посмотрим. Потому что вот здесь, посмотрите, видите, я вижу здесь несколько красных таких засечек, поэтому мне они будут интересны. Что я, на что я здесь обращаю внимание? Первое, что я должна посмотреть, это, что человека интересует. Обратите внимание, вот сейчас я остановлю, вот вы здесь можете остановить показ посещения. Я немножко отвлеклась и не показала вам. Давайте попробуем вот так вот сдвинуть. То есть я могу, видите, как повторить практически просмотр. Обратите внимание, включаю. Обратите внимание, вот здесь на правый нижний угол. Архивная версия показана сегодня 28 число, архивная версия показана 22 января. Но сейчас самое главное, ваша задача посмотреть, что человек выделял некоторые моменты и их копировал. И обращайте внимание на правый нижний угол и обращайте внимание на нашу шкалу. Потому что вот здесь, видите, есть черный такой промежуток. Мы посмотрим сейчас, как он получился у нас. Будьте внимательны. Нажимаем кнопочку. Пошел просмотр. Вот, видите, клик. И с правой стороны, видите, посетитель выделил текст. Скопировал этот текст. И посмотрите, вот эта черная полоса, черный промежуток. Это он куда-то уносил этот текст и где-то его оставлял. Дальше идет просмотр последующий. То есть человеку достаточно интересно было. Он даже кое-что там выделил. Смотрим дальше. Сейчас будет опять клик. Вот он этот клик. Посетитель снял выделение. В правом нижнем углу показано. Просматривает дальше. Тщательно читает. Я могу сделать вывод, что по всей видимости у человека, ну, наверное, или рассеянное зрение, или он так вот привык читать, потому что он все время под текстом вводит курсором. То есть чтобы не отвлекаться. Значит, здесь я могу сделать вывод. Или у человека зрение такое, либо у человека очередное, извините, я отвлекусь, видите, очередное выделение текста. И опять человек пошел, черная шкала ушел, этот текст унес. И дальнейшее чтение. Значит, я отвлеклась, что это либо у человека зрение плохое, либо у меня, возможно, так текст оформлен, что вот не очень хорошо, не очень нравится ему, как у меня оформлено. Посмотрите, видите, человек кликнул на похожие статьи. То есть вот здесь доказательство того, что похожие статьи, которые публикуются здесь, из-за них нужны нам с вами. То есть человек переходит, читает внимательно и переходит по тем статьям, которые его интересуют. Видите, вот планируем жизнь. И ушел на эту статью. И опять выделил текст, и опять его скопировал этот текст. То есть я вижу, что человек очень тщательно и старательно работал с текстом моей страницы. уходил, опять вернулся и опять перешел, то есть выделял текст, загружал и так далее. То есть я вижу, что он активно очень работал. Вот после того, как я просмотрела полностью вот это посещение, первый вывод, который я сделала, это то, что нужно как можно больше мне сейчас написать статей по нумерологии, чтобы вот эти вот пять плашек, которые стоят внизу статьи, были полностью заполнены. То есть вот, видите, оказывается, они достаточно активно, с ними работают люди. Но я не могу вам сейчас показать буквально все, по одной простой причине, у нас просто времени на это не хватит. Второй момент, если мы с вами внимательно просматривали, то есть вы просматривали вместе со мной вот ту информацию, которую я увидела, ну давайте, вполне возможно, что мы сейчас с вами и сумеем это посмотреть. Я отключаю этот показ. И давайте мы выйдем с вами вот, но, возможно, вот, ну давайте вот на это посещение выйдем, 11 страниц. Сейчас откроется шкала. Мы посмотрим с вами, что здесь интересного можно у нас посмотреть. Давайте посмотрим вот 12 минут. Давайте посмотрим вот здесь. Самые простые упражнения для продления жизни. Я уже, к сожалению, не помню, где этот человек, где ярко было, так сказать, отмечено и замечено, что очень важны популярные статьи с правой стороны в сайт-баре. Вот если в этом посещении, то было бы... Вот сейчас будет клик. Вот куда человек кликнет? Давайте посмотрим. Он выделил опять, выделение прошло, оказывается, текста. Я перенес этот текст человек куда-то. У него, видно, размер монитора немножко отличается от моего, поэтому вот так вот сдвинута страница вправо и влево, то есть он работает бегунком. Так, и вот он перешел на другую страницу. Опять ушел, видите, в браузере куда-то и вернулся на физическую активность второе правило долголетия. Вот этого посетителя интересует информация по долголетию. Он находится в рубрике «Долголетие». Вот здесь он отвлекался, а теперь он читает, просматривает активно страницы. Сейчас будет клик. Давайте посмотрим, куда он ушел. Видите, он ушел на рубрику «Аналогия». И вот так вот вы можете все это внимательно просмотреть. Он ушел в рубрику, и в рубрике он будет просматривать вот эти вот страницы. Посмотрим, что его больше всего заинтересует. Читает внимательно и выбирает ту информацию, которая ему интересна. Просмотрел, посмотрите, сайт бар. И решил, что нужно просмотреть страницу «Поговорим о здоровье». Клик, красная ссылочка. Сейчас внимательно посмотрит вот эту информацию. прочитает. У него активно работает, как видите, курсор. И я вижу по шкале, что видите, вот эта вот вся часть, вот она, она зеленая, то есть ярко такая зеленая. Не чисто полосочки короткие, а ярко-зеленые. То есть человек очень внимательно все прочитывает. Такое ощущение, что вроде как такая очень простая информация, но видите, он тщательно ее читает. Вот просмотрев множество посещений, я пришла к выводу, ответила на свой вопрос. Теорию надо давать. Человеку важно получить объяснение и понять, почему именно так надо делать, а не иначе. Еще один момент, на который я хотела бы обратить внимание ваше, это на то, что для людей очень важны комментарии. Имейте в виду, что люди, которые пишут вам даже отрицательные комментарии, старайтесь на эти комментарии очень хорошо, открыто и полно отвечать. Потому что вот когда вы будете смотреть посещение собственные веб-визоры, то вы обратите внимание на то, что люди очень внимательно читают комментарии, особенно на подписных страницах. Потому что естественная информация о том, что, какие отзывы люди дают на ваши, например, курсы или на какие-то ваши вебинары, это очень важно. Вот посмотрите, видите, тщательно прочитываются комментарии. Вот здесь обратите внимание, в самом низу очень такой интересный комментарий, который дала посетитель Зинаида. Она дополнила статью, буквально, вот посмотрите, 15 строками, но каждая информация была очень такая серьезная. И человек внимательно, тщательно прочитал весь комментарий. То есть вот то, что я давала, по всей видимости, в статье, как-то задело человека, и он решил получить это дополнение, которое дали другие люди. То есть еще раз повторяю, очень внимательно читайте и с большим, так сказать, уважением относитесь к тому, как человек дополняет ваши статьи. Здесь посетитель ничего не оставил, никакой информации. Сам комментарий не оставил, но, как видите, комментарий очень тщательно прочитал. То есть я сейчас нажму на здесь на буковку «И». Видите, здесь тоже есть такая буковка «И». Вот я здесь тоже могу видать, что это человек из Калининграда. Вот его разрешение экрана, поэтому он так работает. У него видно очень увеличенный экран. По всей видимости, со зрением какие-то проблемы у этого человека есть. И обратите внимание еще вот на эту кнопочку. Вот рядом кнопочка, буковка «А». Когда вы на нее нажимаете, то здесь появляется информация о том, какие клавиши были нажаты. Сейчас я вам покажу на другом блоге, какую информацию дает эта кнопка. Итак, вот сейчас будет клик, и мы с вами завершим это посещение и перейдем на другой блок. Вот сейчас клик. Давайте я посмотрю, куда же человек пойдет. Он опять выделил информацию, которую дала Всемирная организация здравоохранения. Вполне вероятно, собирается писать какую-то свою статью. Может, где-то собирает какой-то материал. Но раз интерес вызывает статья, значит, это хорошо. Вот темная полоса. Человек ушел куда-то для того, чтобы сохранить ту информацию, которую он скопировал. Мне важно узнать, куда перейдет этот человек. Вот какой-то клик. Он ушел где-то. Уходил, по всей видимости, в другую вкладку на браузере. И сейчас опять просматривает информацию. То есть запоминает ее, эта информация. Эта информация ему понадобилась. Вот этот посетитель, его интересовало здоровье, долголетие, аналогии и так далее. То есть он брал информацию такую, которая, по всей видимости, ему где-то пригодится. То есть я делаю вывод, что те статьи, которые я здесь публикую по долголетию и разжевываю, так сказать, информацию биохимическую в аналогиях, она, по всей видимости, нужна людям. Это хорошо, значит, будем работать в таком плане и дальше. Заканчиваю здесь визиты. И давайте мы перейдем с вами на метрику рыжего блога, на веб-визор рыжего блога. И посмотрим информацию здесь. Ну, первое, что я хотела здесь выяснить, конечно, первое, что я хочу вам показать, что отличается от кофейного блога, это то, что на своем блоге в рыжем я даю какие-то формы подписки на какие-то свои курсы, на какие-то вебинары и так далее. И у меня для этого оформлены страницы. Вот такие страницы, как страница «Рекомендую мои услуги создать блог», они у меня зафиксированы в цели. Плюс еще сделана одна цель – это просмотр пяти страниц. Поэтому я бы хотела начать даже не с веб-визора, а с карт. Вот давайте мы с вами зайдем в карты. И я хотела вам показать карту ссылок. То есть вот меня очень интересует страница, которая называется «Рекомендую». Вот в данном случае у меня здесь идет карта ссылок главной страницы, соответственно. я захожу во взаимодействие с сайтом и захожу на страничку «Рекомендую». Вот прежде чем перейти на просмотр ссылок, я вам показываю страницу. Здесь у меня кликабельные вот эти вот плашки и сделаны кликабельные ссылки. И поэтому для меня очень важно посмотреть, как здесь ведут себя люди и какие больше всего их курсы интересуют. Начинаю я с карты ссылок. Выхожу на просмотр карты и вижу, что здесь у меня первое – это вот желтым цветом, видите, обозначено слайдер «Эффективная рассылка». То есть эффективная рассылка людей интересует. Зеленым цветом обозначен курс блок с нуля. Выхожу сюда и обращаю внимание, что здесь курс блок с нуля самый-самый кликабельный. Ну и вот успешная рассылка. Видите, два практических баннера, которые больше всего вызывают интерес. Это я посмотрела по карте ссылок. Чтобы еще показать вам карту ссылок, чтобы было понятно, как работать с картой ссылок и как делать выводы, я еще хотела бы зайти на страницу содержания. Вот еще раз повторюсь, я говорила об этом с вами на предыдущем видео. Карта ссылок по содержанию – очень важная карта. Здесь вот я сразу выбираю, здесь зеленые, желтые, синие ссылочки показаны. Я выбираю желтые. Вот посмотрите. Подбор ключевых слов на Google вызывает вопросы, интересует. Как быстро сделать поздравительную открытку? Слайд-шоу, PowerPoint, Fastone Capture. Видите, вот такие инструменты в основном вызывают интерес. Shortcode Altmade, плагин неограниченных возможностей и так далее. Но я еще, когда проводила аналитику, то я делала вывод, что практически вот эти вот самые кликабельные статьи – это те статьи, которые стоят в топ-10 в выдаче Яндекса и Гугла. То есть это не просто такой интерес, вот именно выхода на страницу содержания. Это показатель того, что еще у вас стоит в топ-выдаче в поисковых системах. Потому что по каким-то запросам люди выходят просто вот на эти ваши странички в связи с тем, что они стоят на первых местах выдачи. То есть вы должны комплексно проводить такой анализ. Ну что ж, давайте перейдем теперь на веб-визор. Итак, выхожу в веб-визор. Веб-визор у меня выбран месяц. Здесь я сразу вижу, что вот, если сравнить, помните, как у меня выглядел по умолчанию веб-визор у кофейного блога, и как выглядит по умолчанию у рыжего блога. Видите, здесь более 60-70 с чем-то процентов у меня посетителей идет с поисковых систем. Поэтому, видите, здесь практически идут запросы, которые выложены, вот фразы поисковые, по которым люди ко мне пришли. Ну и здесь вот subscribe покажем. Обратите, я хотела вам показать даже, что посмотрите, как точно веб-визор рассматривает ссылку, адрес сайта, с которого человек к вам пришел. Вот, посмотрите, это человек пришел с old subscribe, а это с subscribe.ru. Вот этот человек пришел со старой версии субскрайба, а этот с новой версии субскрайба. Это первое посещение. Вот здесь, посмотрите, есть 75-е посещение, но практически время на сайте было ноль. Почему? Потому что человек зашел, посмотрел, ничего нового нет и ушел. А вот это вот 25-е посещение. Человек что-то нашел у себя и вот почти 40 минут был на сайте, хотя просмотрел всего одну страницу. И посмотрите, активность у него была хорошая. Вот я хотела знать, какую страницу он так долго смотрел. Осмотрел он страницу установка WordPress и посмотрите, вот они, черные полосы и кликабельность очень большая. Это значит, человек конкретно устанавливал свой домен на WordPress. Вот практически можно сделать сразу, глядя вот здесь, вот на это, зная тематику, можно сделать то, что человек занимался именно этим. Ну давайте отсегментируем эту нашу информацию. Итак, первое, я захожу в поведение, достижение цели и меня интересует, вот они все цели здесь сразу выложены, видите. Я вижу, что 5 страниц у меня посетило 187 человек, услуги просмотрели 121, рекомендую 82, создать блок 60. Вот выхожу на рекомендую, потому что эта страница меня интересует. И вот здесь у меня прошли все 82 человека, которые показали, вернее, заходили на страницу рекомендую. Но я здесь выделила, опять же, избранную страничку, чтобы мы с вами не блуждали долго. И вот она, эта избранная страничка у меня здесь. Что я хотела вам здесь показать? Вот если я открываю эти странички, а их здесь всего 12, да, то вот обратите внимание, если мы смотрели до сих пор, мы видели только серые, зеленые и красные полосы, то вот появилась, посмотрите, шкала, где ярко выражены желтые полосы. Вот если я зайду, вот она, страничка моя, рекомендую. Давайте мы просмотрим, здесь посещение очень быстрое, давайте просмотрим вот эту вот информацию. Это очень такая важная информация. Если вы увидали, что у вас есть такие желтые полосочки, это значит, что ваш посетитель зашел на ту страницу, где у вас стоит форма подписки и пытался эту форму подписки заполнить. Ну, давайте посмотрим, как человек рассматривал эту мою страничку. Обратите внимание, он зашел на страницу рекомендую, он посмотрел баннеры, остановился, потом посмотрел верхний баннер, прочитал все внимательно, второй баннер просмотрел, внимательно текст прочитал, и вот он увидел третий баннер, курс блок с нуля, сразу кликнул на него и попал на страницу, которая является подписной страницей. Вот для меня очень важно посмотреть, как человек здесь себя вел. Посмотрите, здесь эта подписная страничка очень простая, здесь нет ничего такого сверхъестественного, здесь просто конкретно написано, что курс блок с нуля бесплатный, что вы просто можете смотреть, повторять, и у вас будет все сделано. Вот обратите внимание, видите, у меня красная яркая стрелка, и во время посещения, обратите внимание, что человек все время возвращается к этой красной стрелке. А теперь посмотрите, он кликнул на форме заполнения на верхнее поле. Чтобы понять, что он там будет заполнять, я просто нажимаю вот эту кнопочку, и у меня открываются все клавиши, которые человек заполнял на странице. Посмотрите, первое, что он сделал, он начал заполнять lead name, заполнил его как Антон, потом исправлял, то есть возвращался backspace, заполнил Антонина. А вот во втором поле lead email, он заполнил свой адрес. Я даже вижу, какой адрес он заполнил. Понимаете, здесь вы видите абсолютно все. Итак, посмотрите, человек все сделал, здесь показано, как он это все заполнял. Вот, и обратите внимание на шкалу, на шкале как раз идет информация заполнения лида, вот она желтая. Человек ушел вниз, но на кнопку «Получить курс» не нажал. Он посмотрел еще раз внимательно, точнее она, судя по всему, раз это Антонина, посмотрела, почитала, посмотрела отзывы, вернулась обратно, и посмотрите, опять вернулась к красной стрелке. И кликнул на красную стрелку. То есть видите, красный цвет для человека, вот эта яркая стрелка, она как бы вот является таким сигналом, что надо на нее кликнуть, как призыв такой, да? Она ушла со страницы и вернулась опять на эту страницу. Она поняла, что она не кликнула на ссылку «Получить курс». Кэш оставил введенную информацию, вот она кликнула на курс, «Получить курс», куда-то уходила, смотрела, пришла на почту, пришла на почту информация или нет, я так предполагаю, не получила, еще раз кликнула на «Получить курс», потом, по всей видимости, дождалась, потому что полоса черная длинная была, просмотрела все еще раз и ушла со страницы. Посмотрите, сейчас будет показано, что посещение завершено. То есть в данном случае цель, которую я перед собой поставила, человек должен заполнить форму подписки на моем блоге, он эту форму подписки заполнил. Все правильно. Но вот какие выводы я могу сделать по поводу своей странички «Рекомендую»? Вы как видите, 82 посещения. Я очень внимательно просмотрела эту страницу. Вот если я сейчас выйду на свой блог, я вам просто ее еще раз открою, эту страничку, чтобы вы видели ее. Вот она, эта страничка. Какие выводы я сделала? Первый вывод я сделала такой, что мне надо вот здесь, под этими баннерами, кликабельными, баннеры кликабельные, да, по ним можно выйти туда, куда я пытаюсь человека отправить. Но все равно вот эти вот ссылки, желательно вывести в большие, яркие, причем красные кнопки. Это вот моя задача, одна из первых, которую мне надо сделать. Вот если я перейду на ту страничку, на которой Антонина заполняла мой курс, то видите, у меня получилось, что стрелочка «Заполни форму, получи доступ к курсу» получилась более яркая, чем вот эта кнопка «Получить курс». Значит, мне надо поменять цвет кнопки «Получить курс». И вполне возможно, эту стрелочку надо изменить, чтобы задача выполнялась с первого раза, а не так, как это получилось у Антонина. То есть вы вот таким образом можете вывести рекомендации для самого себя, что нужно исправить на вашем блоге, что нужно сделать так, чтобы вашему посетилю как можно удобнее было работать с вашим блогом. Итак, ту информацию, ту цель, тот вопрос, который я перед собой поставила, я на него получила ответ посредством веб-визора. Я составила план, какой я собираюсь выполнить, для того, чтобы улучшить посещаемость моего блога. То есть все эти вопросы, которые я перед собой поставила, я практически на них получила все ответы. То есть вот на таком простом уроке я попыталась показать вам как можно очень просто, достаточно быстро, даже на молодом вот таком блоге, проведя вот такую аналитику, сделать определенные выводы, как улучшить свой блог, как улучшить свой сайт для посещения. Всего доброго! С вами была Смирнова Ирина. Встретимся в следующих видео.